Письмо второе Иванович Иванов почти 9 лет прожил в счастливом браке с писательницей, представительницей старинного дворянского рода, восходящего по женской линии к предку Пушкина Ганнибалу, Лидией Зиновьевой Ганнибал. И для него, и для нее это был не первый брак, но именно друг в друге они нашли не только земную любовь, но и схожий взглядов, родство душ. Поэтому их письма друг другу не только о любви, хотя они и пронизаны от первой до последней строчки. Любовь. Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева Ганнибал, 3 февраля 1895 года, Рим. Ну, Лидия, зачем ты так долго не отвечала? Я не хочу думать, что ты мстила мне, иначе ты бы не любила меня. Но если бы ты захотела мстить, то не могла бы сделать этого с большим совершенством. Ты не представляешь себе, как я страдал. Я бродил по Колизею, собирал на память камешки для себя и для тебя, и молился демону, который господствует над нашей любовью, который сблизил нас в этом месте, который в Колизее должен слышать меня. Я молился, чтобы он свел нас вместе. Когда я остаюсь один в своей комнате, я часами хожу взад и вперед, выступление страсти и страдания. И сегодня твои чудные, и твои высокие, и твои неожиданно просветленные письма, и сколько блаженства, и сколько муки, на больше муки, какое грустное счастье. Прощай, твой вы. Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева Небал, 16 марта 1795 года, Рим. Золотое счастье. Вот мое единственное чувство, вот мое миросозерцание, вот форма моего поклонения тебе. Я не хочу и не знаю счастья розового, как женственная любовь, как лепестки нежных роз, или лазурного, как глаза детей, как невинное синего неба, или белого, и незапятного чистого, как святые лилии. Мое счастье горделивое, горячее, лучезарное, золотится, как солнце. Как твой локон, Лидия, моя золотокудра Венера, а ты страдаешь. Сказала мне твое письмо, и мне стало больно. Я подумал, неужели всегда привилегия мужчин уходить осчастливыми из объятий женщины. И, вдруг, получаю сегодня твою телеграмму. Золотые письмена моего золотого счастья. Милая, кто научил тебя этой поэзии слов и звуков? Какой гений, если не гений любви, помог тебе сделать одну строчку твоей телеграммы целой поэмой любви? И откуда у тебя это искусство заставлять вибрировать все струны моей души с особенным, никогда не испытанным мною дотоли блаженством? Думаю о тебе беспрерывно. Целую тебя. В. Мы — два грозой зажженные ствола. Два пламени полуночного бора. Мы — два в ночи летящих метеора. Одной судьбы. Двужалая стрела. Мы — два конячьи. Держит у дела одна рука. Язвитых шпора. Два ока мы — единственного взора мечты одной. Два трепетных крыла. Мы — двух теней скорбящие чета. Над мрамором божественного гроба. Где древняя почиет красота. Единых тайн. Двугласные уста. Себе самим и сфинкс. Единые оба. Мы — две руки. Единого креста. Они прожили вместе немногим более восьми лет. Лидия Дмитриевна умерла в 1907 году от скарлатины. Вячеслав Иванович пережил ее на 42 года. Ему суждена была долгая жизнь. Он пережил и свою третью жену, скончавшись в 1949 году в Риме.